Дух приближающегося праздника чувствуется во всем. К примеру, уже в фойе посетителей встречает фотозона, а также выставка работ учащихся «Мы помним, мы гордимся». На выставке представлена работа декоративно-прикладного изобразительного искусства. Задача педагогов была донести до детей события военных лет, рассказать об исторических событиях. Затронута была тема концлагерей. Очень тяжело для детей. Надо сказать, что и выставка очень тяжелая, потому что, слава Богу, наши дети не видели этого всего ужаса. Но мы должны об этом говорить, как бы это тяжело ни было. Героический подвиг солдат Брестской крепости также был озвучен. И дети с удовольствием изображали Брестскую крепость. В своих работах очень часто дети благодарили своих дедов, прадедов за то, что они, за их мужество, за их героизм, за то, что сегодня мы живем в мире. Также множество работ солигорских воспитанников Центра творчества направлены на такие республиканские конкурсы, как «Салют победы», «Венок славы», «Никто не забыть, ничто не забыто» и другие. Каждый желающий также может принять участие в онлайн-мероприятиях. Например, с прошлой недели стартовал конкурс видеороликов, в которых солигорские школьники рассказывают о своих родных, воевавших за свободу. В нашем семейном регионе хранится множество фотографий. Среди них фото моего прадеда Болотевича Павла Ивановича, который воевал на войне и в партизанском отряде. Он прошел почти всю войну. В 1944 году его ранили, и он вернулся домой. У моего прадеда много наград за его подвиги. Чем старше Великая Победа, тем меньше с нами ее участников. Они уходят, а вместе с ними уходит и история. И в наших силах сохранить историческую память, чтобы она не ушла от нас никогда. Мы должны передать ее нашим детям. Мы помним, значит мы живем. В нашем центре стартовал творческий марафон под названием «Победный май». Педагоги учащихся всех отделений нашего центра снимают видео, где они читают стихи о войне и победе, поют легендарные песни тех лет, присылают свои видеосообщения в группе ВКонтакте. И каждое свое сообщение заканчивают словами «Спасибо за победу». Участником проекта может стать любой желающий. Видео можно присылать до 3 июля. Кроме того, Солигорский районный совет общественного объединения Белорусской республиканской пионерской организации совместно с парламентом детей и учащейся молодежи проводит по 10 мая фотоконкурс 75 мирных лет, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Уже десятки солигорчан прислали фотографии с хэштегом «Солигорщина 75 мирных лет». Вражеские снаряды.